Добрый день, меня зовут Елена Марцинковская, я являюсь преподавателем учебного центра алгоритма. Сегодня мы продолжаем курс видео уроков для новичков. Тема данного урока французская коса по гладкой поверхности. Итак, начнем. Для данного плетения нам понадобится воск, лап для волос, щетка, можно расчетку хвост. Выделяем прядь и готовим нашу гладкую поверхность. Удобнее использовать щетку с натуральной щетиной. Обрабатываем волосы лаком. И начинаем наше плетение. Разница в плетениях обычной французской косы и французской косы по гладкой поверхности заключается в том, что в данном плетении прядки под плеты мы будем брать только по краевой линии. То есть мы берем вот такие тоненькие прядочки и добавляем их. С левой стороны делаем то же самое. От толщины ваших прядок, которые вы вплетаете, будет зависеть рисунок общего плетения. Следите за вашей гладкой поверхностью. Если вдруг случайно вы зацепили какие-то волосы, то у вас всегда есть щетка, которой вы можете их поправить. Поправить. Работаем с крайней прядью, которую мы также накладываем на центральную. И аккуратненько добавляем тонкие пряди, которые мы берем по краевой линии. Данное плетение отлично смотрится как на блондинках, так и на темных волосах. Очень красиво, когда у обладательниц очень густой шевелюры мы данное плетение выводим в хвост. И хвост получается очень красивым, находящимся как бы внутри нашей французской косички. Это смотрится очень интересно и все обращают внимание. Вот уже мы просматриваем рисунок, который у нас образовался. Вот у нас получается наша косичка накладывается на гладкие волосы. Также повторюсь, что работайте в своей скорости, не спешите. И данное плетение можно заплести самой себе. Очень часто задают вопросы, можно ли самой себе сплести данную косу. Отвечаю, что да. Достаточно легко ее повторить на себе. Также старайтесь, чтобы пряди, которые вы берете, чтобы они по максимуму шли у вас на одном уровне с основной косичкой, с самим проплетом. Следите за тем, чтобы центральная коса была достаточно плотной. А пряди вы можете контролировать. Они получаются у нас воздушными. И в тот момент, когда мы приближаемся к нашему хвостику, здесь у нас волосы находятся в свободном падении. И пряди мы берем с внутренней стороны хвостика и оплетаем наш хвост. За счет этих манипуляций хвост получается оплетенный нашей косичкой. Кто-то называет это плетение паутинкой, кто-то скелетом. Соответственно, если вы каким-то образом назовете это плетение, то это будет уже ваше авторское название. Если волосы достаточно длинные, то вы можете остановиться проплести часть волос, и остальные остальные оставить в свободном падении, закрепив резинкой наше плетение. В данном случае я попытаюсь проплести все волосы. Закрепить можно любой резинкой, можно маленькой силиконовой резиночкой, либо заколкой. В зависимости от цели, которую вы преследуете. Если вдруг где-то что-то нужно подправить, или хочется большего объема, то вы всегда можете это поправить. В окончании обязательно сбрызните данное плетение лаком. Для тех, у кого получилось данное плетение, а может быть у кого-то не очень получилось, может быть возникли какие-то вопросы, мы с радостью будем ждать вас в нашем учебном центре. Мы проводим курсы плетения КОС, курс повышения квалификации по плетениям. Там вы обучаетесь плетениям, которые более сложные, которые требуют сноровки. Также у нас есть курс «Свадебный стилист», дизайнер причесок, азбука макияжа, курс повышения по макияжу, наращивание волос, наращивание ресниц. Также хотим вам предложить новый курс, который появился у нас в учебном центре. Это биозавивка ресниц и нанесение полуперманентной туши. Данная услуга является достаточно новой. Все больше мастеров приходят и осваивают услугу нанесения полуперманентной туши биозавивка ресниц. Биозавивка ресниц не портит наши ресницы и держится до трех месяцев, до полного обновления наших ресничек. Полуперманентная тушь держится две недели. Вы можете ходить в бассейн, ходить в сауну, ездить на море. Вам достаточно утром встать, умыться, и вы в порядке. То есть ваши реснички накрашены. Полуперманентная тушь имеет черный насыщенный цвет. Не осыпается, не шелушится. Это очень удобно для клиента. Поэтому, уважаемые мастера, приходите к нам на обучение. Тем самым вы сможете предложить для ваших клиентов новую услугу, которая пользуется все больше и больше популярностью. И еще хотелось поделиться с вами радостной новостью. К нам едет Таисия Васильева. Это автор карандашной техники в макияже. С 3 по 6 июня 2014 года она будет давать свой мастер-класс четырехдневный. Два дня будет практика, два дня теория. Поэтому все, кто заинтересованы повысить свой уровень мастерства, повысить свою квалификацию, мы, соответственно, приглашаем вас поучаствовать в данном мастер-классе. С вами была Елена Марцинковская, преподаватель учебного центра «Алгоритм». Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Ставьте класс, если вам видео понравилось. И, соответственно, бан, если оно вам не понравилось. С удовольствием буду читать ваши комментарии и учту все ваши пожелания. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok